Всем привет! Мы выехали покататься, попить кофе. Детки наши спят. Ну, один спит, Сонька не спит. Спасибо большое за поздравления. Поздравления приходят просто масса. Очень приятно. Я прямо, если честно, не ожидала. Я уже говорила, в инстаграм очень много, очень много здесь приходит. День рождения прошло, конечно, на ура. Мы остались очень довольны. Ребенок, самый главный ребенок наш, доволен. Но все закончилось, поэтому начинаем опять обычные наши будни, выходные. Да, с первым днем зимы. Да, кстати, первый день зимы у нас, конечно, он не очень. У нас идет дождь. У нас крымская зима вообще просто. Плюс 4. Все течет. Да, идет дождь и как-то так прям фу. Зимняя грязь. Поедем немножко прокатимся. Дома сидеть не хочется. Но надо, у меня впереди глажка. Очень много глажки. Будешь помогать? Нет. Сонь. Ну, улыбнись. София. Очень серьезно. Очень. Вы просите показывать Симферополь. Тут у нас, ребята, особо и показывать нечего. Тут наша площадь Кубышева. Вечные пробки, вечные какие-то. Видите, погода. Ужас. Сегодня еще шустренько. Раз. Дикольца. Здесь город. Город-колец у нас, мне кажется. И людей, которые на них не могут ездить. Это да. Ну вот, персонаж первый. Смотрите, что делает. Заблаговременно перестроен. Мы как приехали. Мне кажется, я целый день сегодня прогладила. Я только гладила, 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 гладила. Всего лишь 4 комплекта. Не так уж как бы много. Но я, честно говоря, аж задолбалась гладить. Все. Перегладила. Теперь хочу все аккуратненько сложить в шкаф. И на сегодня, наверное, хватит. Потому что сил у меня гладить вообще нет. Часто, что сходили с мышкой погуляли. Все растаяло, конечно. Вообще грязище по колено. Я уже обувь два раза мыла. Мы приехали, я перемыла. Сейчас только что тоже пришла. Опять все помыла. Это ужас. Начинается этот вот сезон. Я терпеть не могу. Постоянно надо мыть обувь. Потому что, ну, еще и сушить. Ладно. Хочется уже Нового года скорее. А потом уже, чтобы быстрее было лето, море, солнце. Все. Буду сейчас все это дело раскладывать, ребята. Потому что дети мои играют с папой. А я целый день глажу. Пойду тоже с ними немного время проведу. Всем привет. Всем доброе утро. Мы вышли на улицу погулять немножко. У нас так прям прохладно. Но уже все подсыхает. Занят. Мы зашли, хотела купить брокколи, цветную капусту, но ничего нет. Поэтому мы идем обратно домой. Деньки опять продолжаются подарки, не заканчиваются. И мы немножко погуляем, подышим воздухом. Сонечка спит. Но холодно, да? Что, пойдем домой? Ага, конечно. Район у нас такой очень большой, но особо гулять негде. Тут возле школы. Площадки холодно. Пойдем домой. Сынок, не пищи. Вот и погуляли. Пойдем домой. Сейчас пойдем домой. Сейчас поедем, может покатаемся, может поедем кофе попьем. Папа, отвезешь кофе попить? Нет? Нет. Делаем, могу отвезти. Ну, отвезти. Не на машине, а пешком. Пешком? Нет, пешком мы не пойдем. А я на автобусе. И у меня на автобусе. На автобусе. Отлично. В другой город. Да. У нас возле школы что-то прорвало. Я говорю, Дима, не лезь туда, а то голова застряет. Он берет и проверяет, точно застрянет или нет. Специально оградили, чтобы никто не ходил, да, Дима? Дима, пойдем. А Дима не идет. Не идет? Ну вот, уже не бежит вода. Будут чинить. Пошли. Пришли с улицы, Димка попросил винегрет. Я приготовила винегрет и всего, что было у меня. Капуста хорошо у меня стоит квашеная на балконе. Вот мы поели, остался такой вот маленький лоточек. Остался кусочек тортика из Димкиного дня рождения. Вот мы сейчас будем все это дело доедать. Что-то я, ребятки, утеплилась. Как-то мне холодно дома, хотя батареи работают. Но что-то мне прохладно. Я сейчас взяла уксус, наливаю в чайник буквально капелюшечку уксуса. Многие мне писали, что лимонной кислотой. Я раньше тоже делала лимонкой. Высыпала пакетик, покупала, бежала его, забывала, что его нужно купить. Уксус всегда есть дома, поэтому для меня проще. Уксус налил буквально чуть-чуть. И все. И сейчас у меня чайник быстренько закипит. Я его прополощу. Ну, постоит, может, пару минуток. Я его прополощу, и все, у меня чайник будет чистый. Это я к тому, что про фильтра. Я вам уже рассказывала. У нас вот такой вот, вот такой вот, такой отчаши. У нас есть и такой фильтр, и вот такой вот. Но мне вот этот нравится больше. Мне в нем вода вкуснее. В том, мне не очень нравится. Это у нас кто-то спрашивал. Это не обратный осмос. Это обычный какой-то фильтр с трех колб. Там внизу у нас под раковиной. Вот. Мне, в принципе, как бы удобно было в этой воде готовить. Но мне по вкусу она не очень нравилась. Поэтому мы купили вот этот вот кувшин. И мне прям очень удобно. Хватает мне ровно на месяц. Вот прошел месяц. 4-го числа, по-моему, будет ровно месяц, как я поменяла фильтр. Чайник, в принципе, чистый. Вода вкусная. Но где-то уже появился по небольшой, небольшой там даже не на лед, а такие, как штучки, начали плавать. Поэтому я сейчас хочу чайник почистить и поменять фильтр. Чтобы было порядок. Потому что эту воду пьют дети. Пьет София. Я даю ей кипяченую. Бывает такое, что вода остается там совсем чуть-чуть. Я ее разогреваю для смеси, чтобы вода была чистой. Поэтому я буду сейчас так чистить чайник. Мы включили гирлянду в спальне. Так на камеру не очень хорошо видно. Но так уютно сразу стало. Прям Новый год. Так, девочки, я хочу показать свои небольшие покупочки. Купила вот такие вот две тканевые масочки. Хочу попробовать. Еще не пробовала ни разу. Это получается глубокое очищение. Вот это вот. А это глубокое увлажнение. Попробую вместе с вами. Как они работают, не знаю. Попробую. Мне будет очень интересно. Они стоят в районе 50 рублей. То есть, как бы, в принципе, вполне нормально. Так, дальше купила вот такие вот ватные диски. 120 штук. Большую упаковку. Прошитый край. Обязательно всегда беру, чтобы был прошитый край. Потому что ими удобнее пользоваться. Ничего не вылазит. Так, дальше повторила свою. Вот такой вот бальзам-кондиционер с кашемером. Неплохая. Большая. 450 миллилитров. Но, как бы, расход такой, вы знаете, немаленький. Поэтому хватает ее ненадолго. Не как профессиональный. Взял чуть-чуть, и тебе хватает надолго. Нет. Здесь расход побольше. Мне понравился. И взяла еще вот такой вот мезопилинг. Хочу попробовать. Девочки, если честно, немного разочаровалась в этой белорусской косметике. Вот шампуни, еще бальзамы, да. Но вот это вот мезопилинг с каткой и также маски. У меня они постояли. Они у меня стали не такие густые и начали течь. То есть, они такие более стали жидкие. Я не знаю. Может быть, это только у меня. Может быть, что-то с ними не так. В общем, хочу попробовать. Взяла. Потому что у меня этот пилинг не закончился. У меня он еще остался. Но он тоже стал такой не густой, а стал текучий такой. Поэтому взяла попробовать. Посмотрю, насколько его хватит. Реально тоже будет ли он течь или будет все-таки погуще. Хочу попробовать. Иначе, как бы, больше брать я, наверное, не буду. Ну, в общем, пробую. И там уже скажу свой окончательный вывод. Потому что ожидала, если честно, большего. И когда я покупала, они намного лучше. В принципе, они работают хорошо. Но состав начал портиться. Вот. А сейчас хочу попробовать какую-нибудь из вот этих вот масочек. Сейчас выберу, наверное, возьму увлажнение себе. Видите? После вечеринки первое свидание. Ну, первое свидание у меня еще. И не скоро. Самое ближайшее вечером. Поэтому попробуем вот такое. После вечеринки глубокое увлажнение. Так, девочки. Еще вот эти вот салфетки. Они мне очень нравятся. Здесь 100 штук. Стоят они тоже в районе 50 рублей. Обалденные. Мне они очень нравятся. Стоят в каждой комнате. Очень удобно. Вытереть руки, вытереть рот. Особенно, когда маленькие дети. Вот что-то упало. Поднять салфеткой. Сопли вытер. Очень удобно. Поэтому всем советую. Они действительно такие мягкие, удобные. В каждой комнате стоит. Вытащил и пошел выбросил. То есть, очень удобно. Беру постоянно. У нас их всегда в таком большом количестве. Если они заканчиваются, это прямо у нас беда-беда. И мы сразу берем по 4-6 штук. Бывают поэтому. Очень удобные. Всем советую. Я помыла голову. Нанесла себе масочку. Увлажнило лицо. Умылось. Значит, маска для лица. С абстрактом бейджира, овса, алоэ вера, гелородка. Глубокое увлажнение. Значит, нанести на чистую, слегка увлажненную кожу. Наложить маску на 15-20 минут. После применения остатки состава смыть или удалить с помощью влажных косметических салфеток. Интенсивно увлажнит. Вернет здоровый сияющий цвет лица. Снимет покраснение и несовершенство потянет и вал лица. Но будем пробовать, потому что у меня немножко высыпало. Все-таки, знаете, девочки, я заметила, как только начинаешь кушать не то, что нужно, сразу же начинается высыпание. Вот торт поела, она сладкая. Так, ну, знаете, такая прям влажная-влажная. Много состава на ней. Так. Открываем. Я вообще, если честно, тканевые маски не люблю. Мне больше нравится кисточкой наносить. Но вот работают они, конечно, получше. Сейчас я ее открою, не могу ее открыть. Главное, чтобы меня Сонька не проснула, чтобы я ее не испугала. Этой маске тяжело почему-то открывается. Сейчас буду наносить. Слушайте, ну, она неплохо наносится. Вот. Вот так. Тут, наверное, надо будет немного ткана. Не маленькая, вы знаете. Вот так. Тут еще одной у меня хватит. Все. Ну, хорошо, не течет. Все. Хожу 15-20 минут, потом смою. И расскажу вам. Ну, все. Ну, держится, так вы знаете, плотно и не падает. Потому что есть тканевые маски, которые просто слетают. Так, девочки, ну что, я сняла эту масочку. Я вам могу сказать, что я просто в диком восторге. Лицо прям увлажненное, напитанное. Такое прям, вот знаете, даже не хочется никакого наносить ухода. То есть она настолько напитана, настолько увлажнено. И мне кажется, вот прям, прям очень и очень и очень. Так, там я выбросила уже этикеточку. Покажу еще раз. Skin Tune. Вот такая вот она масочка. Только это очищение, а то было синее увлажнение. Если вы увидите, возьмите. Реально крутая. Я поеду еще в магазин, я еще себе наберу. Правда. Попробую еще вот такое глубокое очищение. Может быть завтра попробую, или послезавтра. И посмотрю, как это будет работать. Но эта синяя, она просто, я в восторге. Прям вот, знаете, вот прям как будто действительно написано подтягивает овало лица. Мне кажется, что оно прям все лицо мне подтянуло. Я очень, я прям в восторге. Так что я прям рада своими покупочками. Все. Сейчас буду варить в Соньке суп. Красота красотой, а готовить надо. Никто готовку не отменял. Девочки, забыла вам показать. Я еще купила, вот он у меня стоял там дальше, вот такой вот крем для рук, тоже белорусский. Я им пользовалась, покупала, наверное, лет 7 назад. Я ходила, делала маникюр, и мне мастер именно вот этим вот кремом мазала руки. Он был реально крутой. Вот прям очень крутой. Потом я покупала маме. Я помню, я возила даже, может, лет 8 назад. Это так, наверное. Я привозила маме, потому что продавался он только у нас здесь, в Крыму. У нас в Луганске его не было. Тоже мама пользовалась, ей очень нравилось. И сейчас вот я случайно тоже наткнулась на этот крем для рук, только в одном магазине. Единственное, больше я его нигде не видела. Лично у нас, в Крыму, в Сиферополе. Он реально крутой. Вот я попробовала вчера. Во-первых, мне нравится дозатор. То есть вы подошли, нажали, руки смазали и пошли дальше. И вот я не люблю такие вот обычные крема, да? Ну, как вот в таких вот, да? Что их нужно выдавливать, открывать, выдавливать, ну, чтобы лишние телодвижения делать. Вот. Подошел, нажал дозатор и пошел дальше. То есть тебе не надо ничем руки, не пачкать, ничего. То есть как бы это в этом плане мне очень нравится, очень удобно. Вот. Стоит вот у нас, видите, цена 172 рубля. Вот он стоит. Я не знаю, как для крема для рук. Дорого это, недорого. Тут 300 миллилитров. Ну, то есть как бы очень крутой. Раньше он был прям вообще восхитительный. Вот я вчера попробовала, вот сегодня вот сейчас смажу руки. Вы знаете, очень даже неплохо, очень даже достойно. Вот. Поэтому, если увидите вот такой вот крем, присмотритесь. Вот на кухне я его поставлю, буду там посудопомыла, выдавила, ручки смазала и пошла дальше. То есть мне очень нравится. Буду пробовать, посмотрю, как он будет себя вести дальше. Надеюсь, не как вот такие вот штуки, да, и как маркел для лица маска. Потому что она прям вот, ну, течет, ну, ну, какой-то кошмар. Сейчас попробую вот эту пилицкатку, насколько она ее хватит. Посмотрим. Протестируем. Протеструем. Все, голову высушила, мы уже погуляли, пришли с улицы, Соня сейчас покормила, сейчас хочу пойти переодеться, ты хочешь поздороваться? Ну, ты грязнуха, да? Ты ела? Вкусно было? Здесь люди, я уже с Соньки начала супчик варить, как вы писали, с овощами, картошка, морковка, все это дело. Вот, сейчас хочу переодеться, надеть свой супер, у нас нет опять отопления, отключили. На улице потеплело, на улице, кстати, погода вообще шикарная, сейчас я вам скажу, сколько градусов, 10, и солнце. Вот, отключили у нас отопление, и дома так прохладненько, поэтому я хочу сейчас переодеть, надеть свой супер теплый костюм от Ивановского трикотажа, девочки. Ну, это правда не реклама, это так здорово, он такой теплый. Вот, еще у меня тут сушилка стоит, я решила белье посушить здесь вот в зале, потому что на улице ничего не высыхает, вот, поэтому сушу здесь. И оно так, в принципе, быстро все высохло, поэтому очень удобно, теперь надо все это дело перегладить. Так, сейчас буду переодеваться, тоже хочу поесть. Там у меня винегрет остался еще со вчерашнего дня, нужно варить супчик. Я и Соньке сварила супчик, теперь надо приготовить нам суп. Так, разговаривает. Все, буду переодеваться. Я разогреваю себе картошку, это у меня отбивная, я ее порезала. И у меня здесь еще винегрет. Я положу сейчас я винегретик и буду обедать. Девочки, напишите мне вообще, что вам нравится больше смотреть? Уборку, готовку или просто вот влоги. Или просто влоги вот о нашем дне. Ну, как бы вот, что вообще интересно? Потому что я уже говорила, что, да, вот уборка уже, если честно, уже поднадоедает, плюс я этим занимаюсь, ну, как бы не каждый день. И вообще, я думаю, может быть, влоги выпускать не каждый день, может быть, их делать там раз в два дня, может быть, так будет интереснее, они будут длиннее. Будут какие-то там более долгие, может быть, болталки, тоже интересно, неинтересно. Потому что, ну, зачастую, как бы, видео это все смотрят на фоне, да, там, пока там готовишь или пока убираешь, или пока там пьешь кофе, да, там, или делаешь какие-то там упражнения, масочки, там, не важно, да. То есть, как бы, я вот так вот смотрю, крайне редко я когда сажусь и вот смотрю, да, то есть, в основном я это делаю между делом. Смотрю, единственное, что, ну, просто смотрю, когда Софию укладываю спать, я включаю так вот тихо YouTube. Кто подслуживает, а? Кто подслуживает? Видели? Вот, включаю YouTube и начинаю, вот, ее укладываю и вот так вот одним глазком смотрю, то есть, как бы, вот так вот. Напишите, вот, правда, мне будет интересно, может быть, правда, не каждый день. Может, делать по длине, но раз в два дня. Видите, на выходных я не выкладывала. Ку-ку. На выходных как-то, ну, не снимается, хотя мы на выходных дома не сидим и едем туда, едем сюда, какие-то дела по работе, там, по дому. То есть, как бы, вот, везде что-то надо там докупить, купить там продукты, еще что-то. Ну, как-то, ну, не снимается, не знаю, больше, как бы, вот. В общем, напишите, мне будет интересно. Пишите, как всегда, люблю с вами общаться в комментариях, пишите. Эй, София! София, кто шкодничает, а? Соня! Ай-яй-яй! Уже пытается сорвать Димкины буквы. Сонька! София, спать пойдем? Игрушка тебе мешает, да? Ку-ку. На. Куда прическа? Сонька! Привет! Все, ходуны, это вообще за милую душу, да? Скажи, сидеть, сами сидите, я буду ходить, да? Молодец! Вот, умничка, иди к маме, иди. Иди, моя золотая, иди, иди. Пересматривала только что свои беременные фотографии. Какое же это прекрасное время, беременность. Вот я говорила, что первая беременность, во вторую, что это самое классное время, это время беременности. Ты хочешь, ни о чем не думаешь особо. Все тебя любят, холят, лелеют, ты ешь всякие вкусняшки, тебе все можно, ты отдыхаешь. Но правда, когда нет токсикоза. Когда токсикоз, это вообще, я помню, я просто умирала. Я отводила Диму в садик и ложилась, и лежала. Ну, оно же того стоит. Оно же того стоит. Соня, Соня, стоит того одну, да? Ай-яй-яй, все в рот, все в рот. Дай, скажи, дай, мама, дай, быстро, дай, дай, дай. Сегодня Софии очень много, я за выходные соскучилась за влогами, поэтому сегодня много Софии, да? Я тут с балкона сняла вещи, пришла, сделала себе еще кружечку кофе, латте, вкуснота. Девочки, Икея, я уже говорила который раз, просто у меня спрашивали, где эта штука. Это обычная Икея, по-моему, на сайте я даже видела 100 рублей стоит. Вот у нас я покупала в районе 200 рублей. Я себе поставила здесь компьютер. Тут солнышко на улице, прям такая погода радует. Хочу еще здесь посидеть. Ой, немножко тут поработать. Наверное, буду с вами на этом прощаться, буду заканчивать свой влог. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрите нас, оставляйте комментарии, буду рада отвечать на них. Всем пока-пока, увидимся с вами скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok